Спереди нас едет цветовоз. Нет, это не цветовоз, это фрилансер. Фрилансер? Реально, стул каталка. Да, он переезжает, только вместо кактуса подсолнухи. Собственно, после 12-часовой борьбы мы смогли снять автомобиль в аренду. У нас автомобиль! Автомобиль! Мы уже просто одурили, если честно, от жары и азиатской специфики, что очень просто рады. Теперь подробности. Видео будет разделено на две части. Первая, мы расскажем сначала свой опыт аренды автомобиля на поле, потому что мы его только что получили в руки. А до этого у нас было две попытки взять машину, и третья только увенчалась успехом. И второе, как снять машину на поле по пунктам. Записываем без микрофона, это связано с тем, что на Бали, будем так говорить, не очень безопасно ходить со стабилизатором и микрофоном, потому что его могут свистнуть, пока вы отвернятесь. Да ладно, там могут сбить толпой, потому что достаточный трафик, и людей, и машин большой. Так что, или с байка выхватить. Очень часто выхватывают с байка сумки, золотые цепочки, поэтому вот я снял свою золотую цепочку. Катя одела свои старые сережки. Но все равно я их подарил. Все равно хорошо. В общем, без микрофона, так что на звук не ругайтесь, слушайте полезную информацию. Попытка номер один. Я решил забронировать автомобиль через агрегатор. Через агрегатор, кажется, называется экономией Car Bookings. Это один из самых популярных агрегаторов вообще в мире, либо самый популярный. И он нашел на Бали одну компанию, которая сдает через агрегатор. И цена у него была 31 доллар за день. Причем, я брал автомобиль, это в первый раз я бронировал, на 2 недели даже больше. То есть на весь срок нашего пребывания в Бали. 10 долларов и заплатил за лого. И они должны были привезти автомобиль в аэропорт, и потом с аэропорта его забрать в 4 утра. Контора называется EasyRent. И, как ни странно, казалось, что они ничего не известны в интернете. У него даже сайта своего не было, но одновременно они были в агрегаторе. И должны были снять деньги и взять депозит. Про депозит, конечно, там было смешно написано. С вас снимут просто огромный депозит. Вы должны иметь large amount of money на вашей кредитной карте. И это было миллион индонезийских рупий. Только мы потом узнали, миллион индонезийских рупий это сколько? Я не могу пока посчитать. Катя не может посчитать. Я посчитаю, это 60 долларов франшизы за аренду автомобиля. Норм. Норм. Это не 600 евро на Кипре. На Кипре последний раз сказать было 900 евро. А самая большая франшиза была полторы тысячи евро в Марокко. Потому что в Марокко все машины помяты, а нам давали новую. Чудо, что ничего не произошло. Ну так ладно. Я начал изучать инфу. Попытался связаться с этой конторой. Оказалось, что никто ничего не отвечает. Никто ничего не знает. А деньги должны снять перед бронированием. В итоге я отменил бронирование. И причем 10 долларов, которые заплатил, они вернулись. Ладно, мы с Катей подумали. Будем перемещаться на автобусах. Нет, мы подумали, например, соберемся на месте. Потому что вроде компании есть какие-то по аренде. По крайней мере, Google говорил так. Решили взять машину на 3 дня. В итоге мы в это время были в Убуде. Договорились с человеком за неделю до аренды автомобиля. Называется Bangkok Scorrental. Никогда у них не берите. Мы им поставим одну звезду. Ноль. В Google Maps. Нельзя ноль. Мы поставим одну звезду. Оставим вам ссылку в описании. Чтобы вы тоже оставили одну звезду. Пусть они поймут, что значит обманывать людей. У них, кстати, писали, что они часто обманывают людей. Там сидят один их главный бич и три бича подмастерья. Четыре. Четыре бича подмастерья. Ну так ладно. В итоге мы договорились. Он такой говорит. Я вам не сдам машину, потому что часто у меня машины не берут. Приходите за 2 дня до аренды и платите за автомобиль. Франшизу. А, не франшизу. Залоги какие-то там. Я такой подумал. Ну блин. Ну окей. В принципе, действительно такое бывает. Ну это Азия. В принципе, вошел в его положение. Мы пришли за 2 дня до аренды автомобиля. И заплатили ему бабки. Ну, конечно, не всю сумму. Он хотел все. Я сказал, я платить не буду. Ты там... Ну, я, конечно, ему так не сказал. Ну, я, Кате, сказал, что пишут, что он обманывает часто. В Google Maps там пишут. В итоге мы пришли. Все там нормально, быстро. Самое главное, что они не знали про нашу аренду. Только в конце концов оказалось, что они знают о нашей аренде. Причем у них это было написано, у этих подмастерьев. Потому что главного хозяина не было. Движение, вот просто, вот смотрите. Все вас подрезают. Да нормально. Вот фиг проедешь. Машину грязно нам, кстати, сдали. Да ладно. Это не мы так замарали. Ладно, продолжаем. Пришли к подмастерью. Они все-таки нашли то, что мы бронировали. Записали автомобиль. Все нормально. Задим до аренды мы им пишем. Ты завтра машину приегонишь? Он говорит. Ты помнишь, что нам нужно машину привезти к отелю, а не в офис мы забираем? И машину автоматически. Он говорит, да без бэ. Да, да, типа завтра увидимся. Все, я помню. Пишет за 40 минут до того, как привезти в то время. Пишет, говорит, машины нет. Машины не будет, написал он. Мы такие. Причем дословно. Что? Потом он нам позвонил и начал нести какой-то просто детский бред. Он говорил, что он вчера весь день звонил какому-то человеку, который должен вернуть машину, а он не отвечал, и поэтому машины не будет. Я говорю, а другая компания? А другие машины? Я, говорит, звонил, а они не отвечали. Все, одна песня. Мы такие, окей. Бросает трубку. Соответственно, мы говорим, давай, у тебя есть 2 часа, найди, пожалуйста, машину, мы типа подождем. Предложили ему, поищи в другой компании. Может быть, у тебя друзья есть там в другом городе, твои арендаторы, он такой, ну типа нету. Ну ладно, пойду забирать депозит. Депозит пошла забирать в офис. Прихожу, говорю, ну вот тут объясни мне, ты вчера знал, что машины не будет, почему ты вчера не сказал? Он говорит, я не знал вчера. Я говорю, ты мне вчера, сейчас по телефону говорил, yes today, типа i call. Он говорит, нет, я типа такого не говорил. Ну ладно, хорошо. Все, проехали пробочку. В итоге, к чему? Депозит вернули, дядьку я разозлила. Потому что я ему говорила, хорошо, если у тебя здесь не... Он говорит, у меня только у одного есть машина на автоматической коробке, у других нет. Если тебе нужна мануальная наручник на этой ручной коробке, он говорит, окей, будет тебе машина. Я говорю, мне не нужна ручная, потому что на Бали достаточно горная местность. И уже после Убуда, куда мы планируем дальше ехать, достаточно серпантинистые движения и узкие дороги. То есть все-таки не очень там комфортно передвигаться на ручке. Он говорит, ну, значит, не будет машины. Я говорю, хорошо, тогда отвези меня в Куту, в Куте, говорю, дофига этих офисов, я возьму машину. Он говорит, а сколько ты заплатишь? Я говорю, нисколько. Он искренне возмутился. Я говорю, ну, смотри, у тебя машины нет, другую ты не ищешь. Меня предупредил по факту. Я говорю, ну, ты должен делать какой-то дружеский жест. Он такой, а это будет машина моего друга. Я говорю, ну, смотри, вот смотри, сколько у тебя тут, типа, чуваков в офисе. Я говорю, никто не может меня отвезти. Он говорит, у меня нет машины. Я говорю, ты только что сказал, у тебя есть машина на ручнике, на ручной коробке. Он говорит, ну, да. Собственно, к сожалению, беседа на этом закончилась. Я ему пообещала плохой отзыв. Он очень расстроился. И мы начали искать машину дальше. Катя еще в гоблинском стиле. Так, спрашивает. Представьте, видео в переводе гоблин. Он такой спрашивает, сколько? Катя такая, бесколько. Он реально опешил. В общем, машина нужна. У нас плана на машину забронирована и оплачена отель. То есть это был единственный нормальный отель в области, где я хотел забронировать. Из-за него надо было платить заранее. Что очень, кстати, странно для Бали. Но отель новый, я так и не понял, сетевой или нет. Но, собственно, дела. Не, ну и вообще нам нужно все-таки автомобиль, потому что часть Бали на автобусах не объехать. Либо это достаточно дорого на такси. В общем, нам нужна была тачка. Да. Саша нашел нормальную контору, которой в наличии была машина, наверное. Соответственно, нужно было из Убуды вернуться в Куту. А мы сейчас живем вот в пригороде Убуды. И, собственно, вернуться обратно. Ну, а что делать? Потому что других контор нет. У многих ничего в наличии нет. То есть контор, которые сдают байки дофига, машины мало кто сдает. И тем более на автомате. Нашли. Вроде списались с человеком в WhatsApp. Там такая смешная пересписка. Саша пять раз спросил. Машина в наличии? Да. Точно она есть? Да. Проверь, пожалуйста, есть ли машина? Да. Ну, в общем, мы таки, ладно, поехали. Если что, в Куте что-нибудь еще найдем. Приезжаем. Соответственно, приезжаем это значит, что мы едем на автобусе Пераматур. Можно я тебе, например, смотрите справа, какая огромная пробка. Вот мы сейчас едем уже. Это все в Куту. Из Убуда. Едем уже вот буквально километров пять, пробка вообще не двигается. Они вообще не едут. Мы прям проскочили, потому что когда мы ехали в 3 часа дня из... Сейчас 30 дня из Убуда в Куту, в эту сторону не было пробки. Пробка была сюда. Окей, все, сели на автобус, приехали, дошли до конторы, нашли контору, нашли мужика. Он говорит, ну, говорит, вам маленькая машинка подойдет. Маленькая, это значит, ну, не знаю, стандартная какая-нибудь Сузучка Свифт, там, Тойота, даже не Винкс, побольше. Большими машинами здесь считаются шестиместными местные Дойоты, то есть у них достаточно распространенные такие крупные тачки, обычно их издают. Мы говорим, отлично, давай нам маленькую машинку, нам прям подойдет. И говорит, вот эта машина. А ему, говорит, второй его коллега, она заблокирована, что значит, собственно, на нее уже другие люди. И мы такие, так, сейчас, короче, сегодня кого-то убьет. Он такой, у меня есть другая машина, говорит, и показывает на эту. Я говорю, это не заблокировано, говорит, нет, типа, это свободно. Но тачка откровенно убитая, ее, видимо, вот только-только сдали, они даже ее не успели помыть, она вся пыльная, по периметру вся прям адски покоцанная. Но я этим очень рада, что она покоцанная, потому что здесь такое движение, что лучше пусть она будет бодранная по периметру, чем потом бояться ехать. То есть она прям пошорканная, прям по жести. Вот мы ее снимем, я думаю, завтра с утра, чтобы посветлее было. И чудо, эта машина нам досталась. Причем мы даже немного выиграли. Если в Бубуде мы договорились за три дня заплатить 900 тысяч местных индонезийских рубий, то есть в день 300 тысяч, то здесь мы договорились на 250 тысяч в день, попросили скидку, и в итоге три дня заплатили 700 тысяч индонезийских рубий, что вообще бюджетно вполне себе. И вот мы теперь на ней едем. День потерян, потому что уже закат, и мы никуда не успеваем, и стоим в пробке. То есть мы из Убуда, ну собственно, в 10 утра мы выехали, и вот сейчас мы вернемся в Убуд тоже где-то там к 8 вечера. Ну конечно, в 10 утра мы начали операцию, мы начали в 11 утра, если мы должны были вообще в 11 стартовать и уже объехать часть достопримечательностей. Нет, Катя, в 10 утра мы начали операцию. Да, в 10 утра начали операцию, что он нам за час все-таки хотя бы сказал. Вот, а сейчас к логичному завершению все пришло где-то вот в 5.30. Собственно, это время нам записали. Ну почему это видео? Не потому, что мы хотим поплакаться, какие плохие болицы, а чтобы вы понимали, что это очень распространенная ситуация, потому что, к примеру, контора, которую мы сейчас взяли, автомобиль, у нее рейтинг 3.1. 2.3. А 3.1, ну то вот, значит, 2.3. Соответственно, там достаточное количество отзывов и пишут, что действительно часто забывают про бронирование, не приводят машины, в общем, кидают. А в Убуде у пацана был рейтинг 3.1, соответственно, где тоже много комментариев, что часто обманывают. Вот такова реальность. Так что просто имейте в виду. А теперь, наверное, инструкция по... Да, теперь следующее сейчас видео, как снять автомобиль на Бали и выжить. Он, кстати, такой же выпуск из Произраиль. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok